Открытая сессия Славянского городского поселения стала одной из последних в нашем районе. Депутаты города и района, руководители предприятий и организации, силовики и представители общественности выслушали подробный доклад главы Славянска на Кубани Александра Берсенёва. Он рассказал собравшимся о том, что сделано по всем направлениям работы в минувшем году. Славянск на Кубани – это центр нашего района, его лицо, поэтому его благоустройству уделяется большое внимание. Александр Берсенёв, который возглавил городскую администрацию в октябре прошлого года, сразу же вошел в курс дела и продолжил большую работу по динамичному развитию городской среды. Это и стало главной задачей местной власти. Важнейший вопрос в рамках реализации городских полномочий – формирование бюджета. Расходы бюджета составили свыше 508 миллионов рублей. Из них более 106 миллионов – это федеральные, краевые и районные средства. В их числе есть деньги, привлеченные на условиях софинансирования по различным целевым программам. Более половины расходов, без малого 260 миллионов рублей, были направлены на благоустройство, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Если есть средства, желания и возможности работать, то можно сделать очень многое. В плановом порядке мы продолжаем работу по содействию и развитию сетей ливнеотведения. Результаты этой работы видны. В течение прошлого года не было зафиксировано подтопление ни одного домовладения. Большое внимание было выделено уличному освещению. Поддерживались в рабочем состоянии и строились новые линии. Замена ламп на светодиодные позволила сэкономить более миллиона рублей на уличном освещении. Заасфальтирована улица Школьная от Гриня до Ленина, проточная от Набережной до Ярмарочной. На улице Красной была обустроена так называемая «Аллея любви». Обрел новый облик молодежный сквер на углу улиц Красной и Школьной. Благоустроены дворы. Город активно озеленялся. Высажено в 80 тысяч цветов. Словом, делалось все возможное, чтобы Славянск отвечал современным требованиям. Глава города также отразил в своем выступлении вопросы культуры, спорта и молодежной политики. Администрация всегда готова прислушаться к советам жителей, помочь в решении проблем. Своя работа мы рассчитываем на поддержку славянцев, на их активное участие в жизни города и гражданскую инициативу. И при поддержке администрации района и краевой администрации мы сможем сделать достойную жизнь населения города Славянска на Кубань. Глава Славянского района Роман Сенеговский поблагодарил всех за работу. Он также отметил, что нужно искать новые формы более тесного, взаимовыгодного сотрудничества с местным бизнесом, чтобы город получал рабочие места, налоги и возможности для развития. Предстоит сделать еще много. Спасибо всем службам, которые трудились. Мы все видим результаты. Есть цифры, упрямая вещь. Есть положительная динамика. И вот 16 миллионов приросли в плане налогов, сборов и комфортная среда. 20 районов участвовало, 20 не смогли попасть. Наш район попал. С мест прозвучали вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы. Работа главы города была признана удовлетворительной. Для всех очевидно, что город становится красивее и удобнее для жителей. Город расширяется, город улучшается, конечно. Более красивые скверы стали, парки, особенно парк памяти наш, который в центре находится частично. Дороги уже начинаются делать, тротуары. Но я думаю, впереди у нашего главы еще большой пласт работы, с которым он справится. Задачи перед местными властями на 2018 год самые серьезные. Но нет сомнений, что они им по плечу. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа События.